Привет! Я хочу поговорить про чаты, но потому что это тоже часть культуры, а именно групповые чаты, и то, как мы в них общаемся, и что они вообще с нами делают. Если вы живете в большом городе и регулярно пользуетесь интернетом, то, скорее всего, вы состоите в групповом чате. Может, у вас уже есть дети, и вы с другими родителями обсуждаете школьные проблемы в чате в WhatsApp. Или, может быть, у вас есть семейный чат в Facebook. Или, может быть, вы присоединились к публичному чату в Telegram, и теперь каждый день проводите под обстрелом бесконечных сообщений. После 90-х и 2000-х казалось, что чаты ушли навсегда, но теперь они вернулись. Первое сообщение между двумя компьютерами было постано 29 октября 1969 года. Из одного университета, калифорнийского, послали сообщение в Стэнфордский университет, который находился в 600 километрах от него. И сначала они попробовали набрать слово «логин», но связь оборвалась, и компьютеры выключились, и все, что удалось послать, было слово «ло», всего две буквы. Но потом, через час, система была перезагружена, и слово «логин» пришло. Примечательно, что «ло» по-старо-английски значит что-то вроде «чу» или «послушай», и часто встречается, например, в Шекспира. Технически это не было сообщение между двумя людьми, потому что они пытались общаться, а оператор просто вбивал слово «логин», чтобы проверить, что вторая машина принимает команды. Но так или иначе, с самого начала интернет, или тогда это еще была сеть ARP.NET, использовался для того, чтобы передавать сообщения. Первый онлайн-чат назывался Talkomatic, и он появился в 1973 году, и работал на территории одного из кампусов Иллинойского университета, то есть передавал сообщения между компьютерами там. Но с того момента таких программ стало появляться все больше, и онлайн-общение стало неотъемлемой частью компьютерной культуры. Групповые чаты и личная переписка между двумя людьми. И личная переписка между двумя людьми — это, конечно, важная штука, но меня сегодня интересуют именно групповые разговоры, то есть начиная от трех. И то, как мы воспринимаем их как реальное общение или не совсем, как мы соотносим их с реальной жизнью, и как нам кажется, они влияют на нас. Мне 27, и почти вся моя социальная жизнь крутится вокруг или внутри чатов в Telegram. У меня есть чаты с друзьями, где мы договоримся о планах и просто общаемся. Есть чат подкаста, где мы договоримся, как мы будем его записывать. Есть чат участников «Мещеринки Батин», на которой я играю в эту субботу. Есть публичный чат видео и подкасты, которые мы, кстати, завели, чтобы люди давали нам фидбэк. Или, например, каждый раз, когда у кого-нибудь день рождения, создается новый чат, чтобы обсудить, как скидываться на подарок. Telegram — это удобное место встречи для того, чтобы обсуждать новости, делиться эмоциями и придумывать совместные планы. И примечательно, что если вы проводите много времени в групповых чатах, то вы начинаете замечать, что они все работают примерно по одной и той же динамике. В них обязательно бывают моменты затишья, моменты, когда все кидаются стикерами и мемами, моменты, когда все спорят на какую-нибудь острую тему, и роли тоже распределяются. Например, обязательно есть молчаливый парень, который пишет раз в день, или парень, который привлекает на себя все внимание, или просто странный и неприятный парень, которого всем неловко. Каждый чат — это маленький социум, маленькая модель общества. Идея читикета, да, это очень неудобное слово, разновидностей на этикета, то есть этикет для интернета и в данном случае чатов, появилось еще в 90-х. Вот так, например, писали про этикет в каналах ARC в 95-м году. Я буду частью телефона. Во-первых, будьте внимательны и почитайте чат перед тем, как начинать писать туда что-то, чтобы понять, что там происходит. Во-вторых, не кричите, то есть не пишите все большими закладными буквами. В-третьих, не флудите, то есть не посылайте длинных текстов и вообще много текста, и старайтесь посылать отдельные сообщения, короткие. В-четвертых, будьте вежливы, то есть не игнорируйте людей, отвечайте на вопросы, только если вам не грубят. И, наконец, прощайтесь. То есть когда вы выходите из чата, попрощайтесь с людьми, с которыми вы разговаривали, чтобы они поняли, что вы уходите. То есть даже такой вещи, как онлайн-чаты, довольно быстро понадобились в свои правила поведения, их стали формулировать. И, конечно, многое из этого мы чувствуем интуитивно, просто потому что мы приучены обществом, воспитаны родителями. Но даже сейчас их пытаются придумывать заново. Если вы выбьете в Google, вы увидите кучу материалов, типа 10 вещей, которые нельзя делать в групповых чатах, или правила поведения в переписке и так далее. Потому что мы тратим на чаты время и воспринимаем их как валидный способ общения, поэтому, разумеется, мы хотим для них сформулировать какой-то этикет. В то же время, мне кажется, что почему-то в виртуальном общении мы ведем себя более развязно и вообще не относимся к нему как к чему-то серьезному. В первую очередь, конечно, касается публичных чатов, потому что там ты не знаешь людей лично, и поэтому можешь примерить на себя любую персону и вести себя как угодно. Но даже с друзьями, мне кажется, человек в интернет-общении чувствует себя более свободно. Но главное, что интернет-общение воспринимается как что-то, ну, виртуальное, мимолетное, что-то, что не способно нанести никаких психологических травм или обид, и поэтому в интернете как будто можно грубить людям, угрожать им и вообще говорить всякие неприятные вещи. А если человек обижается, то ему говорят просто, ну что, это же интернет, ты можешь скрыть человека или не читать, или просто уйти из чата. Что странно, потому что общение в чатах абсолютно реальное, потому что мы находимся в реальности, так как разговор по телефону не перестает быть реальным от того, что ты просто, ну, не видишь другого человека. С другой стороны, чаты отлично работают для эмоциональной лени, потому что они очень удобные, тебе не нужно никуда выбираться, и у тебя есть ощущение вполне оправданное, что ты говоришь со своими друзьями каждый день. При этом социальный психолог Шерри Теркал замечает, что электронная переписка все-таки не такая эмоционально полная, как реальный разговор, и то, что мы все время соединены с интернетом и в любой момент можем с людьми поделиться своими эмоциями и новостями все-таки немного нас разращает. Канадский журналист Джо Хоккейн с сайта The Globe and Mail отлично описывает, что когда кого-то выкидывают из группового чата, это ранит так же, как если с человеком перестают общаться в обычной жизни. У него были друг и подруга, которые встречались и состоялись с ним в чате на 20 человек, потом они расстались, и друг кикнул подругу из чата, и все были в шоке. И Хоккейн отлично описывает, что такая ситуация от нее больно не меньше, чем когда ты вынужден перестать видеть своих друзей из-за того, что расстался с кем-то. Примечательно, что Телеграм, да и вообще групповые чаты пришли на замену соцсетям, и многим заменили, например, Фейсбук. В Фейсбуке все-таки главное было сообщить какую-то новость публично, и ее могли прочитать даже незнакомые люди. А теперь все предпочитают снова небольшие группы на 10, 20, 30 друзей. На заре Фейсбука мы с друзьями завели группу про видеоигры, где мы их обсуждали. Потом в какой-то момент там стало 100 человек, и стало немного некомфортно. И теперь все, что мне нужно, это просто чат на 10 человек. И мне кажется, что общение в чатах гораздо более реальное, потому что оно рассчитано не на какую-то абстрактную публику, не на весь мир, куда ты пишешь пост, а на небольшую группу друзей в первую очередь, на своих знакомых. Даже если это публичный чат, то на самом деле они обычно не самые большие, и там тоже скорее твои новые знакомые и новые странные друзья. И это общение получается гораздо более реальным. Но, с другой стороны, все, конечно, не так радужно. Например, в чатах, как и в любой группе людей, появляется общественное давление. Там могут сформироваться свои мемы, и ты чувствуешь себя исключенным, если ты не понимаешь эти мемы, или пришел после того, как они появились. Или появляется общепринятое мнение. Или даже проявляется такая неприятная вещь из психологии, как эффект свидетеля. Это когда люди видят какое-нибудь происшествие и не бегут помогать пострадавшим, потому что думают, что за них сделает это кто-нибудь другой, кто стоит рядом. Было проведено исследование, я дал на него ссылку, когда эту вещь проверяли в чатах, и психологи пришли в 400, что ли, онлайн-чатов, и в них все работало именно так. Когда происходил момент кибербуллинга, скажем, жертве никто не спешил помогать. Ну и самая неприятная вещь для меня — это обсуждение культуры, потому что, к сожалению, из-за быстрого общения в чатах очень трудно формировать какое-то сложное мнение и выражать сложное мнение, и говорить о нюансах, поэтому обычно все сводится к вещам, типа, ну, Бёрдман — говно, вообще-то. И довольно быстро эти штуки становятся общепринятыми, с ними никто не спорит. Поэтому лично меня очень радует, как кто-нибудь говорит, «Я очень люблю Fleet Foxes, и это очень хорошая группа, и вы все абсолютно неправы». Потому что это здорово, нужно, ну, спорить с общепринятыми мнениями, потому что это просто мнение. Еще чаты, конечно, это часть мгновенной культуры, в которой на все нужно реагировать сразу, и любая вещь требует того, чтобы ты мгновенно составил, а не мнение. И очень важно, что происходит прямо сейчас. И это, конечно, не совсем правильно, потому что некоторые вещи, даже большинство вещей, заслуживают того, чтобы подумать о них подольше. У меня, например, до сих пор нету мнения по поводу фильма «Интерстеллар». Когда он вышел, мне очень не понравился, но чем дольше я о нем думаю, тем... Я не знаю, я просто не знаю. И из-за этого, из-за того, что в чатах все происходит мгновенно, также появляется страх, что ты пропустишь и не успеешь высказать свое мнение, не успеешь поучаствовать в разговоре, потому что все двигается очень быстро. Если ты пропустил момент, когда этот конвейер прошел мимо тебя, и ты пропустил момент, когда ты мог что-то сказать, ты как бы не успел ничего сказать, и все, твое мнение никому не интересно. Поэтому у нас, кстати, в чате есть такая метафора, что... Ну, чат — это река, потому что он постоянно течет, и ты должен спокойно к этому относиться и как бы подключаться к нему, когда тебе удобно. И таким образом можно победить эту бесконечную культуру настоящего момента и моментального реагирования. И тем не менее, я считаю, что технологии на самом деле не очень сильно на нас влияют. Мы сейчас повернуты на них. Нам кажется, что новый телефон или новый компьютер или космический корабль или шлем виртуальной реальности или беспилотный автомобиль изменят то, как люди живут. Но на самом деле люди сами по себе не меняются, и человеческий опыт не меняется вне зависимости от инструментов, которые мы используем. И общение остается общением, неважно, где оно происходит, потому что динамика, принципы, правила, идеи и стремления все одни и те же. Даже если ты говоришь в чате, в реальности по телефону или общаешься телепатически. Да, получается, что с одной стороны я говорю, что чаты, групповые чаты, отличаются от всего остального. Они отличаются от соцсетей, потому что чуть ближе к реальному общению, ты можешь меньше использовать маски и так далее. И при этом они отличаются от общения в жизни ртом тем, что там все происходит очень быстро, и нужно моментально реагировать. Но при этом, на самом деле, основные принципы, правила и логика остаются такая же, как и везде. Это все равно разговор с другими людьми. И самое главное — это просто любовь и уважение. Любить и уважать друг друга, и все будет отлично, как бы вы ни общались. А вы что думаете? Пользуетесь ли вы групповыми чатами? Кажется ли вам, что они как-то меняют ваши отношения с людьми, то, как вы с ними общаетесь? Или технологии, на самом деле, ничего не меняют? По сравнению со всем остальным интернетом, есть ли у вас ощущение, что вы в чатах с друзьями себя более естественно ведете? Или, наоборот, там все так быстро происходит, что это слишком сильное вторжение в ваше личное пространство? Оставляйте комментарии. Я отвечу на них. Тут важный момент. Начиная с следующего видео, видео с комментариями будет отдельно. Я решил, что пора так сделать, и комментарии теперь будут отдельными. В этом видео они еще будут. И я уеду в отпуск. Да, к сожалению, после я вернулся и сделал подряд четыре видео. Мы уедем в отпуск, и одну неделю пропустим. На следующей неделе еще выйдет видео. Потом ничего не будет. 25 августа выйдет видео, и два ответа на комментарии. Так что ставить комментарии, и я отвечу на них в итоге 25 августа. А теперь посмотрим, что вы написали про ансель Маккифера и музеи. Юджин С пишет о том, что он представил себе гипотетическую ситуацию, в которой при революции революционеры захватили не почту и телеграф, а музей, и с такой помощью победили существующую власть. Это, конечно, смешная ситуация, но в каком-то смысле после революции 17-го года произошло же именно это, потому что советская власть начала управлять искусством, управлять музеями, говорить, какое искусство правильное, появилось социалистическое искусство, идеологически верное, и это на самом деле была большая часть идеологии, собственно, какие картины рисуют, какие картины выставляются в музеях. И я понимаю, что слова Дункан, которые я приводил в видео, про то, что «Варух, у меня летает мотылек», но я не буду прерывать запись, про то, что тот, кто контролирует музей, тот контролирует общество, эти слова могут показаться немного странными сейчас, но это все еще работает, серьезно, потому что искусство все еще влияет на людей, даже высокая, даже живопись, и все еще формирует наше представление о реальности, поэтому это может казаться смешным, но на самом деле в этом есть доля правды. Легион Видео пишет, что цель музея это выставить самое важное искусство первопроходцев, новаторов, и показать самое ключевое искусство из периода, и искусствоеды хорошо в этом разбираются. Тут есть небольшая загвоздка. С одной стороны, это так, действительно, авторитету многих искусствоедов, музейных работников можно доверять, но с другой стороны, нужно понимать, что объективной истории искусства не существует. Не существует объективного, четкого набора первопроходцев, не знаю, 18 века, и вот только они на всех повлияли. К сожалению, культура гораздо более сложная, переплетенная штука, иногда имена теряются, иногда критики решают, что кто-то просто не играет роли, и кого-то не надо выставлять, и так далее. и как бы нет объективной картины. Собственно, когда я говорю, что музеи формируют картину, потому что так или иначе происходит какая-то фильтрация, и происходит какой-то отбор, и та картина, которую они предоставляют, ну, в смысле, картина не как произведение, а картина эпохи, она все-таки так или иначе сконструирована, просто потому что не сконструированный быть не может. Поэтому все не так просто, человеческий фактор никуда не девается. Например, отличный пример это то, что с женщинами, в общем-то, это и произошло в европейском искусстве очень долгое время. Женщинам либо не давали рисовать, либо на их картины просто не обращали внимания, и так или иначе они не попадали в музеи, и поэтому может сложиться впечатление, что крутых женщин, живописцев некогда не существует, и их никогда не было до, там, 20 века. А салли их было много, и некоторые из них были влиятельные, они рисовали крутые картины, но из-за того, что музеи как бы долгое время создавали другое представление, у нас сейчас такие представления о вещах. Например, вот это отличный пример, который мне посоветовал женщины, что стоят за камерой. Даша, спасибо. Очень большой и интересный комментарий написал Валерий Тропин, как я понимаю, музейный работник, и советую вам поспать и прочитать этот комментарий, потому что он написал про отношения музеев и галерей, которые я в видео немножечко объединил, но, конечно, это разные абсолютно структуры. Он очень здорово пишет, что вот когда, например, музеи нужно соглашаться или не соглашаться на выставку современного художника, очень нужно крепко об этом призадуматься, потому что галерея, это, конечно, цель сделать художника более престижным, и чтобы он дороже стоил, и, разумеется, выставка в музее такому престижу поможет, а музей, иначе надо думать, действительно ли это влиятельный и важный художник. Или, например, он очень здорово пишет, что в музее есть как бы диалог выставляемых предметов, и все как бы не просто так происходит, и когда ты в рамках музея опять же, организуешь выставку, должен быть уверен, что она сосчитается со всем остальным, что там есть, и так далее. Это суперинтересно, так что советую реально просто пойти посчитать. Ну и да, конечно, я для видео немного упростил, и смешал музей и галереи, конечно, это разные виды, разные институты, но мне кажется, что вот в этой генерации смыслов, о которой я пытался говорить, они и те, и другие принимают участие. Каптон Монтек написал про музыкальные сайты и про параллель с музыкой, про то, что музыкальные сайты вот так же решают, да, кого нам слушать, условно говоря. Но тут важный момент, что я в видео говорил в первую очередь про звукозаписывающие студии и лейблы, потому что они все-таки часть индустрии непосредственно, та часть индустрии, которая работает прямо с музыкантами и запускается производством, собственно, в данном случае пластинок, так же как музеи и галереи и это немного другая часть всей этой большой схемы. В искусстве они тоже, разумеется, есть, и они тоже замешаны в этом деле все. Мне кажется, хористики немного другую выполняют функцию, потому что они не формируют альтернативную точку зрения и там чуть больше разнообразия, потому что они спорят друг с другом и разных сайтов, разные представления о том, что хорошо, что плохо, но все-таки надо заметить, что вот я говорил сегодня про историю, отвечая на комментарии, например, историю пуп-музыки 20 века придумали во многом критики. И те группы, которые кажутся нам перепроходцами, инноваторами, и мы считаем, что вот есть набор из 100 самых важных групп, не знаю, Queen, Rolling Stones, Beatles, ACDC, не знаю, не буду сейчас перечислять, но вот этот набор, который вы увидите в журнале Rolling Stone, он, конечно, придуман западными критиками, просто, и это абсолютно искусственная штука. И в данном случае, да, критики тоже выступают как часть всей этой большой индустрии схемы, создавая иллюзию объективности и как бы формируя и диктуя смыслы, но сейчас, мне кажется, от этого немножко все-таки ушли, потому что как-то все посвободнее стало, и люди как-то больше понимают, что мнения могут быть разные, и для кого-то группа Косебин великая, а для кого-то все-таки нет. Вот. Ну да, общее, конечно, есть, но все-таки я верю в критиков как более независимых чуваков. Спасибо, что посмотрели. Напоминаю, что на этой неделе 5-6 августа я буду в Петербурге и буду делать кучу всего. Короче, 5-го августа у нас будет вечеринка «Батя». Это просто лучшая вечеринка в мире. Я дам ссылку на группу «Встречи ВКонтакте», там адрес, время, все такое. И 6-го августа я буду играть вообще в живую музыку, что вообще безумие. Тоже в Петербурге. Тоже дам ссылку. Приходите. Можете даже не слушать ничего, просто можете прийти и дать мне 5, если хотите поздороваться, не знаю, подарить мне портрет, который вы нарисовали. Не делайте это, пожалуйста. Вот. Это все. До свидания. Продолжение следует...